Мы сказали, что то, что Тора говорит, око за око, зуб за зуб и так далее, имеется ввиду, что человек, который выбил другому глаз, ослепил его, должен этот глаз оплатить. Пять вещей, которые нужно заплатить. Мы говорили, ущерб, боль, выздоровление, простой и позор. И это мы знаем, сейчас Гмара пытается. Откуда мы это знаем, как мы дальше посмотрим? Это мы получили от Муши на горе Синаи. Гмара сегодня еще приведет семь мудрецов, которые пытаются объяснить нам, доказать историю, откуда мы видим, что действительно око за око имеется ввиду мамон. Деньги должен человек заплатить, который нанес этот ущерб. Во-первых, откуда мы это знаем? До Гмары, до тысячи лет до Гмары был, я знаю, Беддин Шмуэлянаби, Давида Мелеха, Шну Муамерха. Что, если там кто-то выкололил кому-то глаз, они выкололил глаз? Нет, мы знаем, что они тоже оплачивали. Или до того, как Гмара Масахи Цука объяснила, мудрецы Гмары объяснили, что при Этсадар, плод прекрасного дерева, это Итро. Кто-то брал до этого мандарин, кто-то брал до этого яблоко, но все знали в Муши на горе Синаи, что это Итро. Потом Гмара, мудрецы Гмары показали нам, откуда мы это видим в истории. Поэтому сейчас Гмара приведет семь доказательств, семь попыток доказать. Некоторые из них принимаются, некоторые из них нет. Историю мы видим, что несмотря на то, что Торай четко и ясно написал око за око, имеется в виду деньги. Первое. Рабиши Муамерха говорит. Если человек, который ослепил другого человека, он сам был слепой. Или он отрезал ему руку, он сам был без руки. Он сам был хромой и сделал другого хромой. Как мы можем теперь слепого сделать слепым? Если мы говорим око за око, мы можем ему глаз выклить? Он уже так слепой. Как я могу эту митцву исполнить по Тории око за око? Не получается? Тогда ты не можешь сказать, слушай, если не получается, то не получается. Он говорит, нет. Почему? Пасут говорит. Один закон будет для всех. Для всех должен быть один закон. Поэтому если у кого-то мы можем глаз выклить, как наказание. А у кого-то не можем. Значит, не имеется в виду глаз. А что? Говорит Рабиши Муамерха должен заплатить деньгами. Гмара это объяснение Рабиши Муамерха не принимает. Почему? Потому что говорит Торан. Гмара объясняет так. Что? Эхо де эвшар, эвшар, эхо де ло эвшар, ло эвшар употринали. Но там где можно, мы можем сказать, там где можно выклить, нужно выклить. Так же нельзя. Он освобождается. Откуда мы это учим? Из закона, который говорит так. Человек, который трефа. Что это трефа? Человек, который не кошерный. Он не кошерный. Человек, у которого есть увечья, который год не проживет. Почему кошерная корова называется трефа? То она с таким заболеванием больше года не проживет. И человек, допустим, когда здесь нам красиво нарисовали, у него дырка в сердце. Он считается трефа. Такой человек, который кого-то убил. Мы его смертью наказываем или нет? Гмара нет. Почему? Потому что... Такого человека? Да. Почему? Он убийца сам. Почему? Потому что если придут два свидетеля и скажут, мы видели, как Рувен с дыркой в сердце убил Шимона, который был нормальный человек. Потом приходит два других и говорят, что эти два свидетеля они не настоящие свидетели. Потому что когда они сказали, что мы в двенадцать часов видели, как Рувен с дыркой в сердце убил Шимона, этого не было. Потому что вы были с нами в ресторане. Вы не могли этого видеть. Как мы должны наказать этих двух свидетелей? Мура говорит, как они хотели сделать, так мы должны им. Если двое пришли, свидетельствовали, что один должен другому сто долларов. И это было лжее свидетельство. Они двое, эти сто долларов должны будут заплатить у кого хотели идти забрать они пришли сказать что кто-то нарушил шаббат и наказание ему смерть что они хотели чтобы его убили мы убиваем их двоих есть еще приговор не мы приведем здесь но здесь мы не можем их двоих убить спираль ничего придет не говори на мига человек с дыркой в сердце убил другого человека дырки связь имеется ввиду что он трефа что он не жилец он долго жить не будет сегодня по закону например человек которому сделал открытую операцию на сердце как операция делается открывается грудная клетка сердце вынимается полностью ставится аппараты и потом это сердце чинят и ставят на место а закон то он называется 3 потом увидим 5 10 20 лет живет у нас есть такой человек синагоги недавно другому сделали такую же операцию на сердце он называется трефа теперь если эти два свидетеля пришли и обманули сколь вот этот человек который трефа с операцией на открытой сердце с корни пули в сердце он убил такого-то на самом деле они обманут мы этих двух свидетелей не убиваем почему потому что того кого они обвинили лживо он не жилец он трефа на эти двое они нормальные люди мы не можем их убить и поэтому так как мы они не могут быть его свидетелями мы его тоже мы не можем убить поэтому говорит ора что получается он будет от смерти освобожден то есть мы видим отсюда против того что сказал рыбич ему варихай где можно наказать мы наказываем нельзя не получать не получать вот если он слепой то мы и глаз ему выкалить не можем но мы можем сказать что там где можно нужно дальше то есть ответ опять мы знаем что проценту что вопросов нету выкалил глаз должен за это заплатить просто мы хотим найти доказательства историй доказательства рабящим барюха и не принимать следующее доказательство двери бишь мои а он говорит так послуга ритори бишь какие-то мумба миток ка ашер аса кени асэ ло человек который нанесет ущерб другому человеку как он хотел сделать так ему и сделано да так написано ка ашер кени асэ ло говорит он а что говорит следующее послуга ка ашер и на тэн мумба адам кени на тэн ло как он даст и на тэн что это значит сделал и на тэн как переводится по-русски даст а как тура говорит как мы по-русски переводим как он хотел сделать как он ка ашер и тэн мумбами то как он нанесет увечья увечья своему другу кени на тэн бух такое увечья должно было бы сделано ему но и на тэн написано на тэн как он дал увечья так и увечья ему надо дать что мы отсюда мы видим что это посуд лишний поэтому что человек дает деньги ты сделал ему ущерб увечья может сделать тоже был посуд выишки тэн мумбами то чек который нанесет ущерб дефект человеку ка ашер аса кени асэ ло как он сделал ему сделать а следующий послуга ка ашер и тэн мумб как даст дефект так ему будет дано кто должен дать должен дать деньгами это объяснение двери бишмаэль принимать третье объяснение посуд говорит это двери бихия ве аси тем ло ка ше ка ше замам ласо для хип опять мы возвращаемся к этим лже свидетелям то вот этот посуд предыдущий что написано здесь кен и на тэн ло так ему будет дано му бада он ему даст теперь ве ишки и тэн мумбами то это мы сказали дальше что говорит посуд васи тем ло ка ше замам ласо для хиев и сделать ему так как он хотел сделать своему брату что имеется ввиду что лже свидетели получает тоже наказание что хотели принести обвиняем теперь но так посуд говорит что в лот ахосе нехан нефиш бенефиш айн бэйн бешен 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 яд бе яд регель бе регель зачем здесь нужно яд бе яд если мы говорим он получает наказание которое он хотел чтобы а кому уже свидетельствовал получил причем тут рука руку что дается рукой давар ханитан ми яд ле яд умай ни у маму то есть что дается из руки в руку деньги поэтому оплачивается деньгами это объяснение тоже принимать четвертое объяснение обае говорит так разу говорит айн тахат айн нефиш тахат нефиш что написано око за око душу за душу велон нефиш ве айн тахат айн но не написано в то ли что за око ты должен отдать душу и око и глаз почему он говорит зимни им демишка хат ле айн ве нефиш тахат айн дебяга дей верле навка нишматы иногда если беден захочет выкалить ему глаз получится что когда-нибудь глаз выкаливать он может от боли умереть а то рассказал око за око не сказала душа и око за око душа и око за око но это объяснение тоже не принимается почему перед тем как ему выкалить глаз мы должны отвести его к врачу и врач должен проверить выдержит ли он это или нет и только если выдержит мы ему делаем эмоции мекабель а в динаме и лама цеми капелли ловли на что мы скажем что если он выдержит мы ему сделаем если нет нет и медлимут а что если мы проверим врач проверил может не хорошо про него на к сказал что выдержит и он умер бетин виноват или нет только этот глаз выкалив виноват или нет не виноват как смогут им дууме то хотя до поту проверили он не может 39 раз могу получить может получить девять раз били его девять раз на восьмой раз он уже отправился на следующий свет тот кто его бил он не виноват почему проверили и здесь то же самое опять это объяснение обоение принимается развить мишме дэраба или дэраба из-за мнения он объясняет так по звук торгать пеца таха пеца что это пеца таха пеца болячка за болячку хабра таха набора когда же мы посмотрим теперь литен царь б макон не зэйк что что значит пеца таха пеца что это здесь говорит человек должен заплатить за боль компенсировать бой кроме того что он компенсирует рану которого нанес теперь поэтому что она читается а это хатай мы говорим ока за ока ки хи хи ди ля вене цара ля венами и для цара если мы скажем там упакали ли глаз тебе принял глаз у тебя тоже выколи глаз к этому выходят глаз тот более испытал да когда этому выколили глаз он тоже бой испытает на он получил уже свое наказание и зачем он что то он день заплатить поэтому говорит что поэтому он сюда когда я получил мара говорит мне это тоже не подтверждает. Поэтому он говорит, что но не работает. Есть человек, который очень нежный. И когда ему выклеили глаз, он очень большую боль испытал. Но тот, кто выклеил, он грубый человек. И он ту же самую боль не испытал. Поэтому, может, мы сказали, мы скажем, тогда мы скажем, пусть заплатят вот эту разницу, которую он меньше испытал или нет. Поэтому это подтверждение тоже опровергается. Теперь, отсюда, как они говорят, мы видим, что если два человека дрались, один нанес ущерб другому, первый, второму, второй, первому, мы не говорим, что то, что они друг другу ущерб нанесли, одно искупает другое. Как сказать это? Правильно? Не возмещать. Отменяет другое. Отменяет. Одно отменяет. Нет. Тот, кто нанес ущерб больше, он должен будет за этот ущерб заплатить и должен его оплатить. И должен будет заплатить за ущерб, за боль и за излечение. Теперь, шестое, шестая попытка. Рав, папа, он говорит так. Пасук, второй, говорит, написано, что он должен его вылечить. Тора говорит, что, если мы скажем, что второе написано око за око, что должен выколить ему глаз, как, если он не выколил ему глаз, он должен за его лечение заплатить. Если мы сейчас ему выколим глаз, он тоже же должен лечиться, тогда что получается? Все. Он свое наказание получил, поэтому не должно быть око за око. Говорит ему ранее, мы что можем сказать? Дильма, ика, десалик, бисре, хи, ви, ка, дэра, сегам, бисре. Есть человек, у которого рана быстро заживает, а есть у которого долго заживает. Может быть, тому, кому он выколил глаз, он долго будет лечиться, а у тебя, мы тебе выколим, ты быстро вылечишься. Поэтому, может быть, ты должен заплатить нафкамина, ле метавле, геах, можно заплатить разницу, говорит, нет. Опять, это подтверждение, раф-папа тоже не проходит. И седьмое, Раваши говорит так, Раваши говорит, пасук говорит так, айн тахат айн, как мы сказали, айн тахат айн, да, око за око, шен тахат шен, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, шалем и шалем, шор тахат шо. Цифер, он говорит, здесь так написано, что? Что это написано? айн тахат айн, око за око, или око вместо ока, или око под око. Что это значит? Другой пасук есть, человек, который изнасиловал девушку. То написано там, венатана ииш, ашохев и мала, авиана араха, мишим касев, верот ели, ища тахат ашер ина. Опять же слово тахат. Теперь что он сделал? Он ей нанес боль. Правильно? Поэтому отсюда есть у нас гзера шава. Что? И здесь, в этом случае, говорит Раваши, Адам и Адам, мы учим закон, человек, который выкалил глаз из закона, который изнасиливал девушку. Закон человека из закона человека. Он языкин, он языкин. Там был ущерб, и здесь был ущерб. Там насильник, что делает? Заплатит. И здесь тот, кто выкалил глаз, тоже заплатит. Теперь Мара приводит, а? То же самое. Это принимается объяснение, что отсюда тоже мы видим, что то, что Туран говорит око за око, имеется в виду деньги. Теперь говорит Мара, приводит мнение, Рабелезвер умер. Айн тахат айн мамаш. Рабелезвер говорит, но глаз за глаз, выкалил глаз, мы тебе выкалим глаз. Равстефанский рассказал сегодня поразительную историю, что был человек, который был очень богатый, и кроме этого, что у него было много денег, и много богатства, у него была сефертура, которую написал Эзраа Софер, тот, кто привел нас в Эресрае. И оба сына хотели получить эту сефертуру. Они сказали, слушай, все деньги, нам не надо богатства, вот это сефертура. Что делать? Сделаю лотерею. Один выиграл. Забирает сефертуру радостный. Был там Апикорос, безбожник, который, чего он так радуется, пошел сеферторой и стер букву, написано, где будешь служить Богу, ве амвадетем, с буквой Айн, он написал там букву Алиф, ве аббатем, не дай Бог, уничтожьте Бога, не дай Бог. Открыли сефертуру и смотрят, когда подошли до этой главы, и говорят, как так, смотри, он говорит, наверное, это Эзра не написал. Во сне, Павел приходит к сыну во сне, и говорит, не переживай, это сефертура, который написал сам Эзра. И он сам ее исправит. Иди в синагогу, и ты увидишь там Айн на месте. Он приходит в синагогу, видит Айн, что это глаз, он видит глаз на столе стоял. Вот тот негодяй, который испортил сефертуру, потерял свой глаз. Это то, что он сделал. Говорит, Раби Елезер, Айн тахат Айн, мамаш, глаз за глаз, око за око, должен дать око. Но говорит, что объясняет Гумара? Что говорит Елезер? Айн тахат Айн, мамон. Но он согласен, что мы даем там деньги. А что он имеет в виду? Человек, который выкрыл глаз, Рувен выкрыл глаз Ахмада. Мы скажем, что Ахмад еврей. Не будем говорить. Это Ахмад. Чей глаз мы оцениваем? Рувена или Ахмада? Ахмад. Раби Елезер говорит, нет, оцениваем глаз Рувена. Поэтому если Ахмад 98-летний царь, который еле видит, а Рувен израильский пилот со зрением 200% для уничтожения террористов, чей глаз? Ахмада глаз стоит 100 долларов, Рувена глаз стоит 100 миллион долларов. Сколько должен будет Рувен заплатить? 100 миллион долларов. Это говорит его глаз. Тот, кто нанес, поэтому я сказал нееврейское имя, потому что было понятно. Рувен, который нанес ущерб, его глаз, тот, кто нанес ущерб, его глаз, который билетер оценивается. ше-энь шамин ото бенизак эля беймазик. Мы это тоже проходили. И Раша объясняет, бахайну мамаш де эно шел мазик. Нишума. Тахат эно шел мазик. То же мы говорим, если бы этот пилот потерял бы свой глаз, сколько бы он потерял? 100 миллионов? Также он должен будет заплатить 100 миллионов. Теперь, как мы сказали, кто здесь Рубин Лезер, интересно, что это объяснение. Как мы сказали про Ятроп, Хамин говорят, Рубин Лезер говорит, на самом деле, он объясняет тоже так, что на самом деле ты выколил глаз, ты заслужил, чтобы тебе выколил глаз. Но, Тора, теперь, почему Тора написала, если Тора хочет деньги, почему Тора не написала деньги? Почему написала око за око? Если мы говорим, что это деньги, может, Рубин Лезер получили, сейчас Хамин доказывает историю, можно было просто сразу написать, выколил глаз деньги. Он говорит, на самом деле, по Торе должны были ему выколить глаз. Но, письменная Тора, она, медат один, это мера суда. Устная Тора, это мера милосердия. Поэтому, по закону, по суду, по правилу, ты выколил глаз, ты заслужил, чтобы тебе выколили глаз. Но, пришла устная Тора, объяснила нам, смягчила закон. Как мы сказали, письменная Тора, это суды, вкусная Тора, это милосердие. Поэтому, она объяснила, что деньгами, ты можешь с этим расплатиться. Кроме того, он, видно, другим улицам объясняет, написано в Торе, тах, айн, тахат айн. Ока за око. Ока вместо ока, ока под оком. Он говорит, посмотрите, вот это слово, айн. Какие следующие буквы, идут за этими буквами? Буква айн, после буквы айн, буква пей, после буквы ют, буква ха, после буквы, буквы ин. нун, буква самих, получается слово кэсэф. То есть, Тора сама уже намекает, Гарганон мобильна, что за око нужно заплатить деньгами. Дальше, можно сказать, интересную историю, что был осел, который укусил руку ребенку. Пришли к раб папа, раб папа до конца не понял, что сказал, должен, посмотрите, он должен заплатить 4 вещи. Как 4-5, ущерб плюс 4, мы сказали, позор и так далее. Мы сказали, но, кто платит за ущерб, мы с вами проходили, человек платит за ущерб, за боль, за простой и так далее. А животное не платит. Он думал, что это был взрослый человек, который нанес ущерб взрослому человеку. Я говорю, тогда идите, отсоедините его, как он стоит, как раб, на рынке рабов. Папа говорит, моего суда не надо оценивать, я не хочу, чтобы его оценивали, как раба. Ему говорят, как? Ты не можешь так сказать, почему? Это деньги, кому принадлежат, твоему сыну. Папа говорит, когда он вырастет, я сам ему заплачу. Отсюда мы видим, что папа не имеет права забирать то, что принадлежит его детям. Даже если это его дети, это их. Поэтому он должен был, вот эту компенсацию, которую должен был дать хозяин этого осла, папа, когда ребенок вырастет, должен будет ему заплатить. Другая история, как она говорит, бык, видимо, ребенок играл с быком, пожевал, отжевал руку ребенка. Пришли крова, крова говорит, идите, определите его, определите его цену, как крова, с рукой и без руки. Сказали ему, в Вавилоне, как мы сейчас дальше посмотрим, беддин не имеет права разбирать денежные вопросы. Такие вопросы не имеет права обсуждать. Теперь говорит, мара, почему? Тоже написано, послугает, адха, илухим, его двашнеем. До, илухим. Кто это, илухим? Не Бог. Имеется в виду, здесь до судья. До судей, двое спорят, должны прийти к судям, беддин должен этот вопрос разобрать. Какой беддин должен быть? Мумхин, безумхин. Они должны быть знающие, и кроме этого, они должны быть смухим. Что это смухим? Беддин, который эти вопросы, штрафы может забирать, должен быть беддин, смухим, которого посвятили. Судья должен быть таким, которого посвятил другой судья до него. А того судью посвятил другой судья до него, до Мошарабену. Когда вот эта цепочка есть, такие судьи имеют право судить денежные вопросы, связанные со штрафом. в вавилоне таких судей не было и за пределами израиля сегодня нигде нету но тогда в израиле чтобы поэтому они говорят но несмотря на это мы вавилоне судим определенные вопросы денежные вопросы мы являемся посланниками судей которых посвятили верить сраэль мы поставить эти судей вавилоне мара что но несмотря на это у них есть лимит что они могут делать это лимитерно два условия должно быть чтобы они разбирали это судебное дело шефия бе-ид-бехис ронгис то что часто происходит и кроме того что это произошло в этом есть денежная потеря это вопрос и например особенно это что люди дают и берут долг и деньги в долг здесь суд мы имеем право разбирать это обычно происходит и второе если один не вернет свой долг другому то удержание потеря но гмара говорит дальше так низкие шорби шорби низкие шорби адам говин от обе пабе если нанесли ущерб быку не важно кто его сделаем у вечер человек или другой бык эти вопросы разбираются в вавилоне разбирать почему киван души ах обе пабе так как это часто происходит что один бык забыдал другого или человек ударил быка я не знаю так чужого человека это разбирается но низкий адам ба адам римский адам бе шор энго вина то бэвэль ущерб который нанес один человек другому человеку или бык нанес другому человеку в вавилоне это не разбирается почему киван дерошки потому что это обычно не происходит может быть люди поругаются но так чтобы один удар другого и сломал ему что-то выбил что-то этого не происходит но обе начали куда здесь нету их посланцы послание здесь красиво нарисовали если посмотрите что ущерб быка быку человека быку там они да разбирают а то что человек улетел от быка или бык улетел от человека и так далее это или это не разбирается как мы сказали то что обычно происходит разбирали кроме этого мара бошет лет бехесрон кис а что если человек нанес опозорил другого человека то он тебя позволит опозорил но ты материально в денежный вопрос ты ничего не потерял поэтому этот вопрос тоже не разбирать несмотря на это раба говорит так здесь чем мою когда как мы сказали вот этого мальчика которого бык руку сживал у него иди посмотреть сколько он стоит почему это фас но мавкина что если он или его отец того кому нанесли ущерб он пойдет у того кто нанесли ущерб схватит возьмет его имущество тогда мы у него это не забираем поэтому мы должны знать сколько он в принципе должен был ему заплатить если у него это отобрал тогда у него забираем а если больше будет а если больше то должен будет обратиться теперь мара также говорит нам другое противоречие в том что сказал раба права сказал сначала не зек шорбе шорбе гувин от обе вен как мы сказали ущерб бека быку вавилоне его разбирают в другом месте написал энгувин низкий шорбе вебе что ущерб беков вавилоне не разбирают можно объяснить это гувин без шенвере гэлде муадин митхилатан если ущерб бека быку был через его зубы или через его ноги что он считается в этом случае постоянно уже бодливым изначально он бодливый как например мы говорили бык взял теперь если у него напрямую ударил это не знаете что его нанес ущерб зубами или ногами что он должен был сделать или его толкнуть не удать оттолкнуть ногами своими скажем своим целым бык быка толкнул и бык почесался об другого быка для своего наслаждения так почесался что то бык умер эти вопросы сбирается теперь мы говорят дальше так да бешен берегер диму один митхилатан потому что изначально они считаются бодливыми ущерб нанесенный ногами и зубами но если он забодал рогами этот ущерб не разбирается почему что мы говорим